Приветствую вас. Я думаю, что начать свой ответ стоит с прояснения таких моментов, как, например, того, что вы чувствуете себя чужим, да? То есть, если вы себя чувствуете чужим, значит, у этого есть, ну, очевидно, какие-то основания, да? То есть, вы себя с какого-то момента начали в первую очередь, вы себя с какого-то момента начали чувствовать чужим, вот. Поэтому, мне кажется, что первое, с чего вам следовало бы начать, да, вот прям первое, с чего, с чего следовало бы начать вам, это, значит, с исследования, с какого момента, вот именно с какого момента вы стали себя чувствовать чужим, чужим, да? Вот. То есть, вот, мне кажется, что это очень такая важная история, мне кажется, это очень такой важный момент, вот. Потому что, ну, как правило, да, это, ну, не происходит случайно, вот. Как правило, это происходит всё-таки, скажем так, постепенно, наверное, происходит постепенно, вот. Вот. А, поэтому этот момент нужно исследовать обязательно. А, дальше уже будет, эм, понятно. Как, как, как и что? Что ответ? Вот. Далее. 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 להörёздить לא� provided. Да, ну, то есть, не на языке, а на языке мира условно говоря. То есть, вы, очевидно, говорите на своём языке, да? А вы не пытаетесь, может, как-то вот мир, может, интегрировать в себя, да, обратно говоря, обратно говоря, хотя это очень важная история, на мой взгляд, это очень важная история, вот, потому что тут как бы нужно разбираться, а вообще вот, как вы к себе относитесь, как вы к себе воспринимаете. Вот. Дальше, значит, следующий момент, это то, что вам скучно. То есть, скука, как правило, свидетельствует о том, что человек, ну, то есть, вот, в данном случае, в данном случае вы, условно говоря, подавляет свои чувства. Теперь вы просто не даете своим желаниям, своим порывам, своим эмоциям, значит, себя проявить, условно говоря. Вот. Почему так происходит? Из-за чего так происходит? По какой причине так происходит? Нужно исследовать, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что, ну, так вот, просто вам не ответить на этот вопрос, вот, совершенно очевидно. Совершенно очевидно, что это нужно исследовать, совершенно очевидно, что нужно смотреть, вот. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, работа с чувствами, с эмоциями, с тональным интеллектом, является, ну, первостепенным здесь. Если мы говорим, опять же, о том, значит, чтобы помочь вам, ну, справиться с этой проблемой, даже не справиться, а раскрыть ее. Вот так. Значит, ну и то, что вы пишете, что очень устали, это говорит о том, что, условно говоря, вы испытываете, ну, какое-то давление. Так, мне кажется, что, если вы, ну, правда, испытываете, эм, давление, если вы чувствуете, чувствуете давление. То, что, с этим, безусловно, нужно работать. Вот. С этим, безусловно, нужно работать и, безусловно, нужно это исследовать. Потому что, давление, ну, совершенно понятно, да, что давление вам мешает, да, оно не позволяет вам, чувствовать себя, эм, свободным. Вот. Но, опять же, повторюсь, что для того, чтобы это скорректировать, нужны регулярные беседы с психологом. Вот. А именно через беседы с психологом вы сможете для себя раскрыть вашу проблематику и, соответственно, начать жить полностью. Вот. То есть, момент здесь такой. А, если у вас есть, э, желание, что обращайтесь, э, э, к любому из наших специалистов. Я думаю, что мы сможем вам помочь. Ну, мы, как бы, специализируемся на этом. Вот. Но, основную работу, эм, так или иначе, будете выполнять вы. Вот. Так что, если, если готовы, то обращайтесь к любому из специалистов, который вам придется, ну, который вам придется, придется. Вот. Вот. На этом все, в принципе, все, что можно вам сказать. Эм, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались, э, запросы дополнительные. Вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ага. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.